Ребят, поджанга два важных момента, когда будете ставить на сервер. Я сейчас только кусочек скажу, почему, потому что с этим столкнутся все. Итак, и поддержка не помогает, они просто не знают, что делать, потому что вот, смотрите, первый момент, первый момент. Вы, как бы там, не важно, что у вас там на сервере, я по-своему делаю, да, сделали проекты джанга на сервере, поместились там в папку www, это совершенно не важно. Важно, первым делаем джанга, делаем, не забываем, кроме настройки. Следующее, это будет в описании, либо вконтакте статью, если не даст. Первое делаем, на домашнюю директорию, которую у вас, ставим права 755. Это сразу делаем. Второй момент, не поленитесь добавить вот эту команду, прописать явный путь в бач RC, да. Почему? Потому что не все сервера на разных серверах по-разному. Вроде бы тебя на везде одинаково ставишь, а потом тупит, прописываем конкретно путь. Следующий момент, смотрите, здесь есть два варианта. Вот этот, который, скорее всего, будет рекомендовать на серверах, не будет работать. Но это надо сделать. Пытаетесь сделать, а вот нету сервера, и все, не работает, и все, да, все вроде правильно сделали. Нет прав. На серверах обычно предлагают такую вещь, то есть назначить права www, дата www. Мы назначаем, сервер работает, но получаем следующее исключение. Пока в голове еще по записям искал все по своим, старым. Получаем исключение типа... Сейчас найду. В общем-то, не найду, оно выглядит так. Иными словами, 13, там, Permission, Diniet. Иными словами, отказано в доступе, когда мы пытаемся запустить статику. Что тогда делаем? Переправляем права на юзера. Поэтому надо сейчас что запомнить? Вот вы установили сервер, создали там проекты Django. Я сказал, директория не важна. Важна. Вот смотрите, вот эта сама директория, вот эта директория, вторая, где файл settings, да, там дальше идет setting, vsg и так далее. Вот эти два права выставляем. После этого статика уже должна заработать нормально. Заработает. Второй момент, который хотел бы сейчас рассказать, с которым часто сталкиваются. Перенесли базу, при этом совершенно неважно, это MySQL или Postgres. Но в любом случае, бывает такой момент, что начинаем получать ошибку. Вот такую, да. Kanot Changi Column ID вроде как не может перенаправить. Если попытаетесь где-то искать, то там куча ответов. А решение другое. Ведь, смотрите, на старом сайте у вас база работала нормально, а допустим, перенесли на другой сервер, и начинает ерунда твориться. Когда начинаешь смотреть, да, допустим, да, то предлагают какие только решения. Ну, короче, грубо говоря, и в саму базу лезут по-разному. А решение довольно простое. Надо убрать все миграции. Запускаем всего две команды, я их дам. То есть, очищаем все миграции, это подходит. Ну, понятно, что для Linux систем это когда? DBA, Ubuntu, сервер и так далее. Перезапускаем, радуемся. В итоге, что с видео надо было понять? Запоминаем первое. Еще раз буду повторять. Значит, смотрите, ребят. Это важно запомнить поджанка. Только перенесли проекты свои на сервер, первое дело, не потом, а сразу. Выставляем права. Ну, в общем, спишите, да, здесь ничего сложного. Выставили права. Второе. На каждый ваш проект, на каждый ваш проект сразу же, потом закрутите, забудете. На каждый ваш проект. То есть, если взять, вот директория, да, DevHackers. Сама директория. И там есть вторая директория DevHackers. Здесь, где, ой, у вас будет по-своему называться. Где settings? То есть, на вот эту и на вот эту нам надо выставить права. Здесь я даю два варианта. Хотя, правильный, конечно, сразу второй. Еще раз повторяю. Сначала пробуем выставить права, где рулить будет VVV data. Отдаем Apache, NGICS, чтобы он управлял. Сразу проверяем миграции. То есть, чтобы работали миграции. Миграции тупят. Значит, что делаем? Переправляем на юзера. То есть, здесь уже права R, юзер, юзер. Проверяем. И так должно заработать, и миграция работать. То есть, статика работает. Это статика, не миграция. Но вот это надо сделать тоже сразу. Понимаете? Проверить. Сделали, проверили, что сервер работает, статика работает. При переносе базы данных, или вообще бывает, начудотворим чего-то, да? И вдруг начинается выбрасывание базы данных каких-то непонятных вещей. Хотя сайт работает, все записи работают, но миграции мы не можем провести. Что делаем? Запускаем вот эти две команды. Заходим. Куда? Заходим туда, где у вас менеджер пай в проект. То есть, где менеджер пай. И запускаем эти две команды. Что будет происходить? Берем первую команду. Запускаем. И запускаем вторую команду. Это хлопца, я читал еще, у меня в записях было, вот этот хлопец. Ну, я раньше это знал, просто нашел, вспомнил, да? Это старая фишка, старая очень фишка. По разных ситуациях. И вот он меня натолкнул на мысль. Я потом нашел в своих записях все это. Вторую команду запускаем. Так, только там неправильно немножко написано. Вот так правильно будет запустить. Delete. То есть, удаляем все вот эти файлы пуз. Так, стоп. Ага. Вы можете после этого перезагрузить сервер. У меня просто алиаз. Создаем миграции. Так, стоп. У меня тоже здесь алиаз. Я не пишу полностью. Python, Mgpy, MacImmigration. Миграции как бы по-моему. Базами ничего не стало. Просто миграции создаются. Все. Начинает все работать прекрасно. Статика тоже после этого. Как и предыдущие действия. Тоже у меня алиаз. Я не запускаю Python, Mgpy, CallitStatic. Я делаю алиаз. Вот это, запомните себе эти вещи. Потому что будете часы тратить.